Ситуация вокруг строительства забора на белорусско-польской границе сегодня обеспокоены многим. Ведь сооружение заграждения на территории Беловежской пущи является отчасти необдуманным действием польской стороны и идёт в разрез международными нормами экологического права. Беловежская пуща – это национальное достояние. И, наверное, в этом и проявится наш патриотизм, как и молодёжи, так и взрослых, чтобы принять все меры, чтобы разрешить эту ситуацию не только на нашей стороне, но и с польской стороны. Поэтому сегодня мы с молодёжью и посмотрим, вырубляем позиции, послушаем друг друга, будет об этом какую-то позицию. Возведение забора, по мнению учёных, нарушит целостность уникальных, особо охраняемых территорий. Беларусь за годы своего суверенитета на территории природного заповедника осуществляла и осуществляет исключительно созидательную деятельность. Она связана с сохранением уникальных редких лесных массивов и животного многообразия. Ведь когда-то в своё время буквально из нескольких особей была восстановлена популяция зубра, которая сейчас может свободно расселяться по территории. Нет никакой необходимости строить такие заборы, разделять, нарушать экосистему, целостность экосистемы. Поэтому я думаю, что необходимо было договориться на каких-то уровнях государственных и так далее, обойтись без вот таких таких мешаний. Участники круглого стола сошлись во мнении, что искусственное территориальное разделение комплекса Беловежской пущи, вызванное строительством забора на государственной границе, ставит под угрозу существование исключительно редких экологических систем. Ведь именно оно будет препятствовать свободному перемещению диких животных, что приведёт к изоляции размножения. Беловежская пуща – это заповедная зона, 60 тысяч гектар, то есть это треть всех территорий. А с польской стороны там немножко меньше, всего 15 тысяч гектар. Беловежская пуща является наиболее крупным остатком реликтового леса в Европе. Трансграничный объект всемирного наследия ЮНЕСКО находится на территории двух государств, и они ответственны за его судьбу. Здесь обитают 59 видов млекопитающих, в том числе зубр – символ Беловежской пущи, который занесён в Красную книгу.